Теперь давайте вот о чем поговорим. Как действует вот этот вот эффект разрушенной нити. Вот смотрите, допустим, мужчина бросает женщину. Что это значит? Он с мясом вырывает вот эту нить, у нее есть сердце, вот эта связь, и просто уходит, типа, да пошла ты, и просто рушит ее сердце. То есть, когда человека бросают, неважно, он как бы был дающим любовь или берущим, в любом случае, если человек бросает, у него из сердца вырывается кусок мяса, по-русски сказать, и он начинает чувствовать сильную боль. То есть, он чувствует несправедливость, одиночество, и у него вспыхивает вот это чувство отношений, момент, когда его бросают. Ему становится больно, тяжело, чувство сильной несправедливости и так далее. Вот когда человек брошенный, он все равно становится униженным по-любому. Даже если он гордился собой, его бросили, его тоже вниз начинает валить. Человек, который бросил, если мужчина бросил, вот он взял эту ниточку себе, перетянул, у него сердце становится горячим. То есть, оно горит и притягивает себе обязательно очень быстро какую-то женщину. Быстро это происходит. И какую притягивает ту, которую он сильно сможет полюбить. И мужчина говорит, да блин, да нафиг мне нужно это слушать в лекции, все не так, как в лекции. Я вот жену не любил, бросил, а сейчас я нашел себе кого, который люблю. Нет, все как в лекции. Все идет по плану для мужчины. Ну то есть, это не значит, что вот эта новая семья, новые отношения обязательно будут разрушены. Это значит, что в этих новых отношениях обязательно будет жуткий кризис. Если человек бросил близкого человека, создал новую семью, это жуткое испытание для этой новой семьи. Поэтому, женщина, если вы не хотите как бы испытаний, не надо выходить замуж за того человека, который бросил жену. А если вы выходите, то вы должны быть готовы к этим испытаниям. Понимаете? Потому что они обязательно будут. Но есть еще один момент, если женщина продолжает ждать человека, и вы берете, ну выходите за этого человека замуж, то это еще более патовая ситуация. Пока она его ждет, счастья у вас в отношениях не будет. На чужих костях счастье не построишь. Итак, вы услышали, как у мужчины бывает, то есть он бросил, нашел себя покрасивее, промоложе, дальше он сильно в нее втрухивается. Она ему выносит мозг и потом вышвыривает жестоко его из своей жизни. Хочет она этого или нет, это другой вопрос. Так получается не потому, что кто-то хочет, а потому, что так действует судьба. Можно этого избежать? Можно. Но для этого надо хотя бы в этой ситуации понять, как правильно себя вести. Понять, скорее всего, придется не тебе, а этой женщине. Но если она захочет не бросать, то она начнет слушать лекции, менять себя, ну как бы сдержит себя и не бросит. То есть ситуация не в руках мужчины в данном случае. Он отдает эту ситуацию в руки вот женщины, которая является теперь носителем его судьбы. Как он сам нес судьбу в своих руках и бросил жену, так и его судьба теперь переходит в чужие руки. Что происходит с женщиной? Она бросает мужа. Она вырывает вот этот кусок мяса у него, но все происходит иначе. У женщины в сердце возникает не сильный жар, а наоборот сильный холод. Этот сильный холод она не замечает. Она украшает себя, пытается с помощью своей красоты кого-то привлечь. И привлекаются мужчины, которые с ней семью не создают. Потому что, чтобы женщиной создать семью, нужно почувствовать это теплое сердце, оно закрыто Богом, потому что она наказана. Теперь песенка. Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, А ходит в праздной суете, Непостоянной ните. Ну, во-первых, старый друг. Это уже значит, что она кого-то бросила раньше. Теперь уже на ней даже жениться не захотел человек, стал другом. И он тоже не ходит. Понимаете? Поэтому женщине, прежде чем создать семью, Если она бросила мужа, там, обратной дороги, допустим, нет, Нужно сначала раскаиваться. Понимаете? Нужно сначала раскаяние, означает осознание. Когда женщина полностью осознала, что больше бросать нельзя, Бог даст еще раз попробовать не бросить. Теперь еще. Почему же люди все-таки бросают друг друга? Кроме того, что, как бы, устают они отношения, В отношениях холодеют, Есть еще одна причина. Давайте ее тоже разберем. Вот смотрите, вот эта ниточка между мужчиной и женщиной, Она создает очень большую проблему. Проблема заключается в том, что, когда человек чувствует вот эту энергию любви, Он звереет своих желаний. До этого он просто терпел, ждал. Вот, допустим, девушка ждала, когда ей будет заботиться, ласково, нежно себя вести. И дождалась, появился, как бы, сначала влюбленность, да, ля-ля-тру-ля-ля, А потом, дальше, она что делает? Она начинает требовать от него выполнение своих желаний, ожиданий. То есть, она говорит, ты как на меня посмотрел? Ты как мне сказал? Ты как себя ведешь? И начинает ему выносить мозг. Почему? Потому что она хочет счастья от него. И она долго ждала, понимаете? Теперь мужчина. Он тоже же ждал, он тоже хотел счастья, А это означает нежность, послушание, все наоборот. Итак, очень ранимые наши любимые. Это означает, что конфликты в отношениях любви практически неизбежны. То есть, эти отношения, это гремучая смесь, понимаете? То есть, когда мужчина дружит с парнем, он может ему там по шее дать, ничего не будет вообще. Вот, женщина дружит с девушкой, тоже очень трудно эти отношения разладить. Но когда люди влюбились друг в друга, мужчина с женщиной, это гремучая смесь. То есть, поранить близкого человека, расплюнуть. И еще мало того, еще и это хочется сделать постоянно, понимаете? То есть, идет процесс подстрекания в сердце. Ты сам не ожидаешь того, как у тебя это получается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...